Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю очень известную и популярную турецкую сладость. Она называется Пастана Шакер Париси. Переводится это очень романтично. Кондитерская конфета. Да, именно так. Но ее готовят почти все видеоблогеры в Турции. Даже те, которые живут не в Турции, а в Америке и в Германии. Поэтому я попробую ее сейчас приготовить. Я готовлю это замечательное блюдо первый раз. И я не знаю, какого она вкуса и что из этого получится. Но, как всегда, я люблю экспериментировать. Поэтому я нашел два абсолютно разных рецепта одной и той же сладости. Пастана Шакер Париси. И поэтому мы ее будем готовить двумя разными способами. Самое первое, что нужно сделать, это приготовить вкусный сироп для пропитки этой сладости. Для приготовления сиропа я использую 3 чашки сахара и 3 чашки воды. После закипания сироп нужно провырить 1-2 минутки. Для приготовления турецкой сладости я использую домашний маргарин. Ссылочка, как сделать домашний маргарин, смотрите вверху. Манка. Сахарная пудра. Два яйца, из которых одно яйцо и один белок. Один желток уходит на помазку самой сладости. Домашний разрыхлитель, как сделать разрыхлитель, ссылочку тоже смотрите вверху. Это рецепт первого теста. Рецепт второго теста. Домашний маргарин, орехи, кукурузная мука, кокосовая стружка, сахарная пудра, яйцо и разрыхлитель. А также немного растительного масла. Замешиваем тесто. Добавляем обычную пшеничную муку. Муку добавляем понемногу, чтобы тесто было не липкое, но очень нежное и живое. Еще чуть-чуть муки нужно добавить. Вот такое тесто, оно уже не липнет к рукам. Текстура у него такая мягусенькая. Сейчас я его отправлю в холодильник, хотя об этом ничего не сказано. Пока мы приготовим тесто номер два. Грецкие орехи. Для того, чтобы при измельчении грецкие орехи не слишком выпускали свои масла, я добавляю немного сахарной пудры. Вот такая нежная текстура у домашнего маргарина. Вот такая нежная тесто. Немного масла и мука. Нужно еще совершенно чуть-чуточку муки. Текстура получилась более вот такая грубоватая за счет того, что орехи не слишком мелко измельчены в фудру. И за счет кокосовой стружки. Но все равно все очень нежное, смотрите. Видите, вот. Все замечательно. Такое, как и должно быть. Убираем в холодильник, пока мы здесь наведем порядок. Сироп уже остыл. Было очень удивительно, но вот этот сироп турки называют почему-то щербет. Я в сироп или в щербет добавляю лимонный сок. Я люблю, чтобы сироп был не слишком притерно-сладкий, но кисленький. Если мы уменьшим количество сахара, тогда сироп будет не такой плотный. И изделия, которые будут пропитываться, они будут раскисшены. Поэтому плотность сиропа играет важную роль. Пробуем. Сироп готов. Два желтка, которые остались у нас от рецепта, будут использоваться для того, чтобы смазать поверхность. Я добавлю немножко растительного масла. Духовка уже прогревается до температуры 180 градусов. Я достаю небольшой кусочек теста. У меня очень маленький размер противня, поэтому будем петь маленькими партиями. Я разделываю тесто на кусочки размером с величиной грецкий орех. Вот такие. Округляем заготовки. И делаем из них приплюснутые вот такие оладушки овальной формы. Толщиной 1 см. Смазываем поверхность желтком. И теперь самое важное. Нужно вилкой сделать вот такой легкий узор. Противень я ничем не смазываю. Тесто достаточно жирное. Духовка прогрета. Отправляем его печься до светло-золотистой корочки. Турецкие сладости уже испеклись. По правилам оригинального рецепта, их нужно печь в противне. И именно в противне сразу заливать сиропом. Но у меня противень не глубокий, потому что это не настоящая духовка. Поэтому я перекладываю готовые печенюшки, если их так можно назвать, в чугунную сковороду. Чугунная сковорода хорошенечко разогрета до температуры почти такой же, как и была в духовке. Потому что самое важное, когда мы будем сейчас заливать сиропом наши печенюшки, чтобы сироп как будто бы шипел на сковороде. Вот. Печенюшки только из духовки на горячем противне заливаются сиропом, который уже остыл в комнатной температуре. И оставляются для пропитки на 2-3 часа, а лучше на ночь. Поэтому сейчас мы вот так их заливаем. Они должны почти плавать в ночь. И оставляем отдыхать. А тем временем начнем готовить остальное тесто. Друзья, начинаем дегустацию. Турецкая сладость, паста наша кирбориси, уже хорошо пропиталась сиропом. Сироп они называют щербет. Попробуем. Ароматный зеленый чай. Я еще раз хочу напомнить, что здесь два вида турецкой сладости. Одна сделана на манке, а вторая на кукурузной муке, кокосовой стружке и орешках. Аромат. Пахнет сахарным сиропом с лимоном, которым оно пропитывалось. И каким-то легким ароматом выпечки. Тяжеленькие, потому что сколько я сиропа не лил, они очень хорошо впитывали сироп. Очень сочные. Сироп почти капает, но нет такого чувства, что печенюшки как будто бы размокли. Очень сладкая, но сладость непридорная. Вкусно. Легкая, крупичатая текстура манки слышна, но она добавляет некоторой пикантности. Вот такая мокрая на срезе текстура самой печеньки. Очень вкусно. Отдаленно напоминает наши румовые бабы, но там тесто дрожжевое, а здесь тесто ближе к песочному. Очень вкусно. Я не знаю, что лучше, румовая баба или это. Это абсолютно разное тесто. Готовится очень легко и быстро. Попробуем же с кукурузной мукой, с кокосом и орехами. В аромате четко присутствует кокосовая стружка. Возможно, это та, которая сверху. Они еще более мокрые. Очень вкусная, очень сладкая, с кислинкой лимонного сока, который мы добавляли в сам сироп. Отдаленно слышны ореховые нотки. Очень чуть-чуть, именно сама текстура кокосовой стружки, ее лепесточки. Мокрая, сочная и вкусная. Друзья, я с удовольствием приготовил эту вкусную турецкую сладость по стана Шакер Борисе. Какое у меня впечатление. Общие ощущения такие, когда ты попадаешь на восточный базар, где очень много всего необычного, неизвестного, красивого на вид, и ты не знаешь, какого оно вкуса. Ты начинаешь пробовать, оно сладкое, яркое, но в то же время очень простое. То есть, это как раз тот случай, когда из самых простых компонентов, из простых продуктов можно приготовить что-то, у которого, у этого блюда будет такой яркий, интересный вкус. Технология очень легкая, не нужно тесто не растаивать, не что-то с ним делать, долго взбивать. Все очень просто, но в то же время это какой-то налет этой восточной романтики. Блюдо очень простое, готовится очень легко, очень быстро, и в то же время оно интересное. Конечно, ты его не будешь кушать каждый день, но в то же время попробовать его можно. Я всем рекомендую, попробуйте приготовить по моему рецепту, я думаю, вам очень понравится. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу, рядышком колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.